Английские артикли Или понятие, которое хорошо известно его собеседнику Определить, что речь идет об определенном предмете, помогает ситуация То, что вы можете мысленно представить себе Или контекст, часть связанного текста Put the kettle on the stove, please Поставь чайник на плиту, пожалуйста Определенный артикли употребляется Когда из ситуации или контекста понятно, о чем идет речь Какое именно лицо или предмет имеется в виду? Where is the key? Где ключ? Did you like the play? Тебе понравилась пиеса? Let's discuss the news. Давай обсудим новости Определенный артикли употребляется Когда перед существителем стоит порядковое числительное He got off at the second stop Он сошел на второй остановке We live in the twenty-first century Мы живем в двадцать первом веке Обратите внимание С существительным, имеющим определение Выраженное порядковым числительным Возможно употребление неопределенного артикля В этом случае сочетание типа A first love – первая любовь A first night – премьера A first child – первый ребенок И другое Носит описательный характер She is learning to dress like a first lady Она учится одеваться, как первая леди Если порядок следования предметов перестает быть существенным И порядковое числительное Приобретает значение другой И еще один дополнительный Перед ним употребляются неопределенные артикли The phone rang a third time Телефон зазвонил в третий раз Еще один раз You will not have a second chance to make a first impression У тебя не будет второго, еще одного шанса произвести первое впечатление Определенный артикль употребляется, когда перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени Minsk is the largest city in Belarus Minsk – самый крупный город в Беларуси Обратите внимание Сочетание most плюс прилагательное может не быть формой превосходной степени этого прилагательного Если в контексте не содержится идея сравнения Тогда most имеет значение весьма крайне и существительное, которому оно относится, употребляется с неопределенным артиклем He is a most amusing man Он весьма занятный человек He owns a most expensive car Он владеет очень, крайне, весьма дорогой машиной Сочетание most плюс существительное имеет значение большинство и употребляется без артикля Most birds can fly Большинство птиц умеет летать Когда перед существительным стоит прилагательное в положительной или сравнительной степени, его присутствие не влияет на выбор артикля И существительное употребляется с определенным или неопределенным артиклем на основании общих правил Give me a red pen Дайте мне красную ручку I cannot find the red pen which you gave me yesterday Я не могу найти красную ручку, которую ты дал мне вчера I want a bigger suitcase Мне нужен большой чемодан Больше чемодан I will carry the biggest suitcase of the two Я понесу больше чемодан из этих двух Определенный артикль употребляется, когда перед существительным стоит одно из следующих прилагательных Central Central Coming Будущий Предстоящий Following Следующий Former Первый из двух вариантов Last Последний Letter Последний из двух названных Left Левый Main Главный Важнейший Necessary Необходимый Next Следующий Only Единственный Opposite Противоположный Present Имеющий Настоящий Имеющийся Настоящий Previous Предыдущий Right Правый Правильный Same Такой же Одинаковый Very Тот Самый Whole Весь Wrong Неправильный Nobody gave the right answer to the question Никто не дал правильный ответ на вопрос Мы учились в одной и той же школе Это та самая книга, которую я ищу Но Last year Прошлый год Next week Следующая неделя Next time Следующий раз Next door Соседний An only child Единственный ребенок в семье A last look Последний взгляд Еще один A last minute decision Поспешное решение Определенный артикль всегда употребляется существительным После выражения One Some Any Each Many All None Several Most Плюс Of И после The first The second The third И так далее The last The rest Плюс Of I missed one of the lectures Я пропустил одну из лекций Here are some of the awards we have received Вот некоторые из наград, которые мы получили He ate the last of the apples Он съел последнее яблоко Определенный артикль употребляется при наличии конкретизирующего определения, которое выделяет лицо или предмет, обозначенное существительным из всех лиц или предметов данного класса Конкретизирующее определения может быть выражено предложениям предложениям The head of the department was Mr. Wild Руководителем отдела был Mr. Wild The house at the end of the street is for sale Дом в конце улицы продается This is the book I told you about Вот книга, о которой я тебе говорил Did you see the contracts we signed yesterday? Вы видели контракты, которые мы вчера подписали? Определенный артикль употребляется при повторном упоминании лица, предмета или явления в беседе и тексте There was a cat on the step The animal was enjoying the sunshine На ступеньке лежал кот Зверь нежился на солнце Определенный артикль употребляется в приложении, если подчеркивается известность лица, к которому оно относится Кэти Холмс married Tom Cruise The actor Тэнни Кэти Холмс вышла замуж за Тома Круза, актера Чарльз Диккенс, the great English novelist, was born in 1812 Чарльз Диккенс, великий английский писатель, романист, родился в 1812 году Обратите внимание Если в приложении речь идет о должности, которую в данной ситуации может занимать только один человек, артикль не употребляется Гордон Фрейзер, исполнительный директор компании Микрософт Великобритании, даст интервью радио 4 Определенный артикль употребляется перед существительным функцией абсцентства места, если не подразумевается или не подчеркивается значение один из The kids are playing in the garden Дети играют в саду She spends most of her time in the kitchen Она проводит большую часть времени на кухне Сравните She works in a children's hospital in Dublin Она работает в детской больнице в одной из детских больниц в Дублине Обратите внимание С определенным артиклем всегда употребляются фразы существительные в притяжательном падеже, которые обозначают учреждение, магазин или чей-то дом The butcher's – мясной магазин The chemist – аптека The cleaners – химчистка The hairdressers – парикмахерская The travel agents – турагентство I'm going to the dentist tomorrow Я завтра иду к дантисту Определенный артикль употребляется перед исчисляемым существительным в единственном числе, обозначающим класс предметов – животные и растения The dog is a friend of man Собака – друг человека The pine grows in northern countries Сосна растет в северных странах He is interested in the fur and fauna of Africa Его интересуют флора и фауна Африки Музыкальные инструменты I'm learning to play the piano Я учусь играть на пианино Я учусь играть на пианино